17 марта в правительстве Омской области состоялось расширенное заседание студенческих отрядов. С активистами движения встретились первый заместитель председателя правительства Вячеслав Синюгин и министр спорта Александр Фабрициус. Участники заседания подвели итоги юбилейного для студотрядов 2014 года и обсудили насущные вопросы будущего трудового семестра. Для нас ключевой задачей, которую мы как раз сейчас решаем, будем обсуждать, это как минимум сохранение той численности вовлеченных ребят в отряды, которая была в 2014 году. Это 4100 человек. Ключевые наши работодатели подтвердили готовность работы с мячами, кто в тех же объемах, кто готов расти. И для нас очень важно это сохранить, а для этого надо предоставлять уже более качественно подготовленных ребят, и эта работа ведется. Мы запустили опять же курс проводников для федеральной пассажирской компании. В ближайшее время совместно с правительством Омской области и службой занятости стартует подготовка по строительным рабочим профессиям. В 2015 году для вожатых и представителей сервисных отрядов основным местом работы традиционно станет Черноморское побережье. Для строительных объект федерального значения «Космодром Восточный» и готовящийся к 300-летию города, театр «Галерка», поликлиника, детский сад и другие. Задача Министерства по делам молодежи, сельской культуры и спорта, задача правительства – обеспечить ребятам работу, те, которые хотят работать на наших творческих площадках, это вожатые в лагерях, на наших строительных площадках. Мы, конечно, уделили внимание тому, что впереди 300-летие города Омска. Хотелось бы, чтобы наши студенческие отряды были задействованы на тех объектах, которые будут строиться к 300-летию. Мы со своей стороны планируем проработать вопрос о помощи ребятам и заходить в строительные объекты на Академию Авангарда, на те фоки спортивные, которые мы будем строить, для того, чтобы была востребованность. И, как ребята говорят, очень приятно потом ходить по городу, либо жить в этом городе и смотреть те объекты, которые ты построил. Ну а пока трудовой семестр не начался, областной студотряд активно трудится в подготовке к мероприятиям, посвященным празднованию 70-летия Победы. По словам командира штаба, Омское студенческое движение является оператором нескольких федеральных проектов, таких как «Георгиевская лента», «Обелиск», «Бессмертный полк» и другие. В этом году омские бойцы стали еще и обладателями президентского гранта, на средства которого активно реализуют проект «Все для фронта, все для победы». «Оправлено на работу именно со школьной молодежью, с выпускниками СУЗов, которых мы привлекаем на предприятия, которые работали на фронт, которые здесь появились во время Великой Отечественной войны. И именно двухсторонняя работа, и профориентационная, и патриотическая воспитательная, дает особый эффект, когда ребята через себя, через возможность своего будущего работы на данном предприятии, рассматривают тот вклад предприятия в победу, именно вклад Омской области». Подводя итог встречи, Вячеслав Синюгин попросил представителей профильных министерств оказать наибольшую поддержку в подготовке Омского студотряда к будущему трудовому семестру. Продолжение следует...